Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал, и это очередное видео распаковка с сайта Shein. Вы, наверное, уже поняли, как сильно я люблю этот сайт, поэтому мне хочется все вновь и вновь оттуда заказывать вещи. Сегодня у нас будет одежда, будет довольно-таки интересно, поэтому оставайтесь вместе со мной, но мы начинаем. Вот так вот сегодня выглядит моя посылочка, она довольно-таки пухленькая, но небольшая по размеру, и давайте ее открывать. Моя основная задача ничего не прорезать, потому что, если вы помните, у меня уже был такой опыт, когда я случайно прорезала платок. Вот моя посылка. Итак, первая вещь, это я уже вижу, что это такое, это брюки, как раз-таки из-за них я и заказывала всю эту посылку. Я безумно надеюсь, что они мне подойдут. Я хотела кожаные брюки, и вот я их заказала. В комплекте идет еще дополнительная пуговка, это очень хорошо. Так, что я могу сказать по первому взгляду? Во-первых, я вижу, что они довольно-таки маленькие, я нашла размер XXS. Я очень надеюсь, что в талии они мне должны подойти, но в любом случае, если они будут даже чуть-чуть большеваты, здесь можно легко вставить ремень. По запаху не очень приятно, я не могу объяснить запах, потому что мне никогда не приходили вонючие вещи из Китая, как многие говорят. На самом деле, запах не такой уж и сильный, но при этом он присутствует. На мой взгляд, он быстро выветрится, даже после первой стирки. У нас здесь вот такая вот также черная пуговка и молния. Молния ходит хорошо. По длине, возможно, они мне будут чуть-чуть большеваты, но это и так понятно, потому что у меня рост всего лишь 155 см. Внутри они из такого вот материала, я бы не сказала, что они суперплотные, они не теплые, но вообще я их заказывала, чтобы носить в школе. Я не знаю, разрешат ли мне в такие ходить или нет, но тем не менее, я их заказала, чтобы ходить в школе, так что давайте мерить. Итак, что я хочу сказать. Штаны сели вполне неплохо, однако они все равно оказались не большеватыми в талии и носить без ремня, к сожалению, у меня их не получится. Однако они идеально подошли мне по длине, чему я была очень удивлена. В целом, я очень довольна этой покупкой, мне они безумно понравились. Итак, следующий товар, что я достаю, и это я уже вижу, что это футболочка. Самый обычный базовый кроп-топ я заказала себе. Ткань у этой футболки такая вот врубчик. Это самая-самая обычная базовая белая футболка, укороченная, и она должна быть облегающая. Но на самом деле я вижу, что она довольно-таки широкая, поэтому я думаю, она не будет меня облегать. Это, конечно, не очень хорошо, размер XS там не было меньше. Она, знаете, она как будто немножко растянутая вширь, и мне это не совсем нравится, но, может быть, после стирки она как-то немножко подсядет, и будет все нормально. По составу у нас здесь 25% хлопка, 70% полиэстрия и 5% спандекса. Хлопок здесь чуть-чуть присутствует, и на самом деле это заметно, это не прям голая синтетика. Думаю, самая обычная белая это просто база, которая должна быть у каждой девочки. Могу сказать, что не все так плохо, футболка села лучше, чем я ожидала. Да, она не идеально меня облегает, но, тем не менее, мне все равно очень нравится. Длина у нее как раз-таки оптимальная, не супер сильно видно живот, но и не супер длинная, поэтому я ее вам рекомендую. Следующий и последний, как я понимаю, товар на сегодня, да, вот тоже в таком большом пакете, довольно-таки объемный, я заказала пиджак. В этом году я безумно сильно полюбила пиджаки, поэтому это уже мой третий пиджак. Это второй пиджак Шейна, еще один я покупала в Страдивариусе. Шейна я заказывала белый пиджак, но он пришел совершенно без подкладок, и я его пока что вообще никуда не носила. Сейчас я планирую, что буду носить его только летом, потому что он безумно тонкий, и вот для лета, мне кажется, он супер подойдет. Для школы у меня сейчас еще есть пиджак в песочном оттенке, как раз-таки из Страдивариуса, но я захотела больше классики, решила заказать черный. Он оверсайз, как вы можете заметить, а он довольно-таки тонкий, но здесь уже хотя бы есть небольшой подклад, и выглядеть он будет чуть-чуть получше, нежели чем мой белый. По составу это 100% полиэстер, как я в принципе и ожидала, но выглядит он вполне презентабельно, особенно, думаю, если его разгладить, то выглядит он будет довольно-таки хорошо. У нас имеются две пуговки, в запасе я, кстати, не видела дополнительных пуговок, и сзади есть еще вот такой вот небольшой разрезик. В целом, с первого взгляда пиджаком я довольна, здесь есть еще подпечники небольшие. Я очень надеюсь, что он на меня хорошо сядет. На шеине есть более качественные пиджаки, я их как раз-таки там такие находила, но проблема состоит вся в том, что из-за того, что они кроя оверсайз, они все будут очень длинными. А опять же, на мой рост 155 мм, они будут на мне смотреться как платье. И поэтому я искала пиджак, чтобы он был короткий, но при этом кроя оверсайз, это было довольно-таки тяжело. И поэтому я могла находить только либо совершенно без подклада, либо вот с таким вот минимальным, супер тонким и из полиэстера. Но мы не жалуемся, все нормально, поэтому пойдемте мерить. Ну что ж, пиджак. Не успела, конечно, я его погладить, потому что хотелось показать вам все сразу, да и померить хотелось все очень сразу. У него, кстати, есть еще карманы, и вот так вот на мне он выглядит, длиной я полностью довольна. Он такой широкий, но из-за этого мне он даже очень нравится. Очень рада, что я его приобрела. В застегнутом видео он тоже выглядит очень круто. Напишите в комментариях, как вам. Если вы заметили, то в этом видео все эти вещи я скомбинировала в один образ. Думаю, вы это могли заметить как раз-таки. Я с этим расчетом и заказывала их. Я очень надеюсь, что вам понравился этот ролик. И если это так, то, пожалуйста, поставь в сопочек вверх и напиши в комментариях, какая вещь тебе понравилась больше всего. Понравился ли тебе мой сегодняшний образ? И напишите в комментариях, нравится ли вам распаковки шеина, потому что мне их очень нравится снимать. И если вам тоже, то тогда я обязательно буду продолжать эту рубрику на своем канале. Ну а с вами была ваша Антон Яшко. Пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Ну и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok